Добрый день! С вами снова Александр. После последнего видео я решил сделать еще одно видео. Как бы неоднократно в Польше натыкался, но не было возможности снять. Вот как бы очередной раз попал в такое место и решил как бы показать. Здесь в Польше, видимо, поляки, которые живут в квартирах, им не хватает земли, дворика, которые хотят покопаться, посадить какие-то цветочки или воплотить свою мечту в жизнь, сделать какой-то дворик. То они заводят вот такие себе дачные участки. Тут они очень маленькие, где-то сотки, наверное, по две, по полторы, а то и по сотке. Как бы очень маленькие. Ну, вы видите такие миленькие заборчики. То есть идет основной забор, там такая дорожка из травки. Косят газончики, да, как бы возле дворика тоже за заборчиком все убирают. И вот они так себе преображают немножко свой дачный участок. Хотя там домик с одной комнатной, по сути, ничего нет. Не знаю, а вода, вижу, да, колонка там какая-то стоит. Вот. Садят цветочки. Косят травку. Выращивают деревья. То есть, ну, такое для души. То есть, не так, как у нас, что если это дачный участок, значит, надо засадить 15 соток картошки, 5 соток кабаков там, огурцов, помидоров и все побольше, да, потому что, чтобы на целый год хватило продуктов, еще детям давать, внукам и так далее. А здесь вот такие миленькие дворики. Видимо, когда приезжают сюда, отдыхают, представляют себе какой-то муеток. И что они его так украшают всячески. Нет, ну, не все. Я вижу там чеснок посажем. Даже есть укроп, петрушка, какой-то салат, клубничка цветет. Ну, а так в основном, как бы, и не только старики, молодые, да, ну, очень много молодых. Я здесь тоже вижу с такими большими газонокосилками, что можно поля косить. И, как бы, вот такую травку вблизи они подстригают. Вот, также еще, когда ехал сюда, это, кстати, нахожусь недалеко от, сейчас скажу, здесь такие довольно-таки сложные названия для меня. Вот, сложно выговариваться. Вспомню, скажу. Вот. И когда ехал в этот пригород, то наблюдал такую картину. Ну, я, как бы, не понимал. Я видел, что, да, как бы, в основном здесь обочины, да, то есть засажены, именно, да, засажены зеленой травой. Нет никакой, знаете, да, как у нас, как я говорю, толока. Ну, это у нас так в краю принято, откуда я, из Днепропетровской области. И потолок, да, как бы, да, растут, в основном, целебные травы, узвары и так далее. То есть, да, ну, что, можно пойти насобирать, как бы, и вместо лекарства принимать, там, всякий чабрец, мать и мачехи и так далее. Здесь такого нет. В основном, как бы, по обочинам, да, такие площадя большие, можно сказать, как полян. Но они не поля, а просто, да, засажены травой. И, да, сегодня, как бы, да, наблюдал картину, да, как просто трактором такой-то, здоровенный именно, производственный трактор, да, с газонокосилкой, очень здоровой газонокосилкой. То есть, он ездил, косил эту траву. Ну, я, как бы, да, ну, выскажу, наверное, свою, да, догадку. Я так понимаю, да, ну, здесь Польша, она, как бы, от газа освобождена. А газом она, да, практически не пользуется. Вот. И поэтому, когда, то есть, ну, я неоднократно был в порту, наблюдал, да, сколько угля, да, здесь, да, завозится, да, в Польшу. Ну, и в каждом дворе я наблюдал, что лежат кучи угля, да, да, всякие котельни в городах тоже я видел, да, кучу угля. Вот, дрова, угля. Вот, также они используют, ну, биотопливо, да, то есть, мы знаем, это, да, как пилеты у нас называются. Вот, и я так выскажу свое предположение, да, относительно вот этого масштабного кашения травы, потому что, ну, здесь, ну, здесь довольно-таки влажно, и трава действительно очень высокая растет. Видите, я более чем уверен, что ее недавно подстригали, но она уже, он, женщина-то проезжает на велосипеде, и, как бы, ей до пояса, а то и выше достает. То есть, если упасть в траву, то можно потеряться. Я думаю, да, траву косят и делают именно до пилеты, биотопливо для отапливания, как бы, городов и так далее. Здесь в основном используется электричество очень сильно, а газ, ну, я, честно говоря, не встречал. Может быть, где-то и есть газ, только заправляются автомобили, баллоны, то есть, да, погрузчики на производствах работают, на газу. Ну, больше, собственно, не встречал газ именно, да, чтобы, знаете, зашел в дом, там, и в доме была газовая печка, газовая колонка, нет, электричество, электрическая печка, электрическая колонка. Здесь очень много, да, ветряков стоит. Ну, конечно, не так много, как в Германии, в Германии, да, там, как бы, вообще, все поля засеяны ветряками. Я, как попаду, обязательно покажу вам. Вот. Ну, здесь, вон, тоже, можем видеть, стоят ветряки, и они, как бы, ну, обеспечивают какой-то район, какую-то электричество. Ну, ну, достаточно мощности, да, как бы, их, для того, чтобы обеспечивать, да, это, видимо, такие селения, как... Это, ну, небольшое селение. Надо, ну, не знаю, с чем сравнить, что такое наиболее известное у нас. Ну, короче, небольшое. Скажем так, как городской район, примерно, может быть, ну, в городе район. Может, такой, не сильно большой у нас иногда районы больше. Скажем, я из Днепропетровска, так у нас очень большие районы есть. Так же видим, что дороги не везде очень хорошие. Если такие, я, как бы, фурой здесь ехал, то у меня, знаете, как зубы, как в мороз цокотели. Это у меня трусило, а я думал, как яйцо сколотит в кабине. Вот. Ну, а так же и асфальтные дороги тоже, в основном, как бы, автобаны очень хорошие. Если, да, с автобана куда-то съезжаете, ездите, да, по таким всяким маленьким городочкам, то очень часто натыкаешься не на очень хорошую дорогу и часто вспоминаешь родину. Такое, я снова дома, Украина, е-мое. Вот. Так, ну, здесь уже какие-то производственные районы, поэтому я, наверное, свое видео на этом закончу. Да, и название, как бы, этого городка я, наверное, в комментарии напишу лучше. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Пишите. Заказывайте. Если есть какие-то заказы, могу сделать так же обзор по магазинам, там, или еще что-то, если вас интересует цена. Спрашивайте. Не стесняйтесь. Ну, большое спасибо. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует...